Традиции не возникают сами по себе. Их создают увлеченные люди. С 1971 года в Одинцово любители лыжного спорта в начале осени собираются на старт, чтобы проверить свою готовность к зимнему сезону. А чтобы восстановить силы, после кросса подкрепляются сочными арбузами. Для каждого спортсмена и горожанина это своеобразное подведение летнего итога его соревнований. Поэтому каждый год жители города Одинцово, да и не только жители города Одинцово приезжают на арбузный кросс. Приезжают, участвуют, дети с удовольствием бегут, свою дистанцию находят здесь своих знакомых, соперников по прежним соревнованиям, общаются вместе. Действительно, за десятилетия своей истории арбузный кросс превратился для города в своеобразное клубное мероприятие. Хотя клуб Одинцовских любителей спорта открыт для всех желающих, независимо от возраста и места жительства. Самым юным поклонникам бега, вышедшим на старт 44-го арбузного кросса, едва исполнилось два года. Самым старшим перевалило за 80. Вы можете видеть, несмотря ни на дождь, ни на те условия, на то, что парк в стадии строительства, все равно люди пришли. Я думаю, атмосфера достаточно интересная, счастливая, люди счастливы. Арбузы почти все съедены, мероприятия идут, и я вижу улыбки, и никакого негатива сведет за дождем даже. Сегодня зарегистрировалось набег уже порядка 800 человек, и сейчас еще регистрация проходит, то есть забеги, как вы видите, продолжаются постоянно. Мы ожидаем, что цифра будет порядка тысячи человек. Участие в забегах принимали спортсмены со всей Московской области. На старт вышли сильные ребята и из столицы, были даже представители братской Беларуси, так что 44-й арбузный кросс можно смело назвать международным. Медали достались лучшим, а ломтик сочного арбуза и не один смог получить каждый участник этих легендарных соревнований. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова. Редактор субтитров А.Семкин